1 ноября в Центральной городской библиотеке имени Фазуалиевой состоялся круглый стол на тему «Женщины-хранительницы традиции и культуры», посвященный Дню народного единства. Как отметили организаторы, подобные мероприятия необходимо проводить для того, чтобы помнить исторические события о героизме женщин и ее ценности. Женщина во все времена была символом уюта, тепла и добра во всех религиях, почитаемой и любимой. Спасение женщины совершается через рождение и воспитание детей. Ну и все мы знаем о том, что женщина – это хранительница, чага семейного, что ее роль важная, чрезвычайно важная и в деле сохранения семьи, и в деле воспитания детей. Религия ислам также учит людей уважительно относиться к женщине, так как она – основа формирования личности человека и его вероисповедания. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил, что рай находится под ногами матери. Все великие ученые, цари, полковцы и так далее, за ними всегда стояла крепкая и сильная женщина. Как правило, это была мама. Либо сестра, то есть та женщина, которая вне зависимости от жизненных ситуаций, а жизненные ситуации бывают не самые легкие, оказывала поддержку. Подобное мероприятие, оно важно, почему? Оно не важно, оно необходимо. Оно необходимо по какой причине? Потому что она обучает всех людей в независимости от конфессии, от религиозной принадлежности и национальной, в том числе, учить относиться правильно к женщине и понимать, насколько она важна для общества, особенно в наше время. В ходе встречи гости круглого стола также обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Сегодня страна переживает глубокие общественные политические проблемы, что ставит под вопрос понятия добра и зла. В связи с этим необходимо проводить мероприятия, которые укрепляют взаимоотношения между людьми. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери и романах Иоанн рассказал историю происхождения праздника Дня народного единства. Этот праздник не новый. Мы в этот день вспоминаем историческое событие, которое совершилось в 1612 году. Это изгнание интервентов, как мы называем их, поляков из Кремля, из Москвы и из России. Это преодоление смуты, которая была в России в такой период между двумя династиями, между династиями Рюриковича и Романовых. Этим отсутствием власти воспользовались наши враги. Кроме того, в мероприятии приняли участие статс-секретарь-заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Жанна Тагирова, первый заместитель председателя собрания депутатов Ленинского района города Махачкалы, председатель ДРО «Матери России», руководитель сообщества с силой матерей Сефежат Магомед Расулова, народная артистка Республики Дагестан Айшат Айсаева и многие другие.